Н*** бедолага. Да ну, ***. В Лануды на улице Воровского этим утром загорелся грузовик. По сообщениям очевидцев, внутри были продукты. В МЧС отметили, пострадавших нет. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара. Пенсионеру вернули похищенные со счета 60 тысяч рублей. Для этого пришлось обратиться в прокуратуру. Вопрос решался через суд. Первая инстанция отказала, а вот Верховный суд Республики нет. В итоге, помимо похищенной суммы, пенсионеру также компенсировали моральный вред в 45 тысяч рублей. Осенний призыв в 2024 году пройдет с использованием электронных повесток. Такое поручение Минобороны дал президент Путин. Единый реестр воинского учета появился 1 октября этого года. Также президент подписал указ о запрете использования мобильных телефонов в школах. Ученики обязаны сдать их перед уроком. Единственное исключение для их использования – опасность для жизни или здоровья. Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин, если они ездят на иномарках из недружественных стран. С 1 января компенсировать топливо будут только за машины отечественных производителей. С января перелет до Нижнеангарска или Токсимо из Улан-Удэ обойдется дешевле. Цены вы видите на экране. Правда, есть нюанс. Приобрести их по льготной цене можно только в кассе. Онлайн их купить не получится. С 22 декабря на Лоноденском маршруте номер 27 изменится расписание. По будням на линию будут выходить не два, а три автобуса. Отметим, по выходным расписание остается прежним. График вы видите на экране. Продолжение следует... Продолжение следует...